Хуба! Привет! С вами доктор Влад. У меня даже камера отказала, что-то отказалась записывать. У нас температура 2 градуса, ребята. 2 градуса тепла. Сейчас посмотрим, что у нас ожидается в ближайшее время. У нас в ближайшее время ожидается 4, 5, 7, 9. 12 днём будет. Ну ладно, радость какая, ребята. Что-то вообще плохо, да? За сутки в России выявлено 10 899 новых случаев коронного вируса. Так, что дальше? Ну почти 11. Россия вышла на второе место в мире по числу случаев коронавируса. Второе место после Америки. Ну теперь догнать и обогнать Америку. Предсказанные сроки возобновления туристического сезона в Сочи и Крыму могут сдвинуться на июль и август. Да я думаю, что они сдвинутся где-нибудь на январь, на февраль. Я так думаю. Взрыв газового баллона. Слушайте, ну прям война с газовыми баллонами. Где он? Произошёл на восточной верфи в Владивостоке. Один человек пострадал. О, Господи. Так. Полный бак. Статья на новостях. Нефти в мире становится всё больше, чем это грозит экономике. Да, ребят. Нефтяной рынок лихорадит, как никогда. Падение спроса из-за вызванного коронавирусом кризиса оказалось беспрецедентным. Впервые в истории возникла ситуация, когда продавцы нефти были готовы доплачивать покупателям за её покупку. Ребята, да. Потому что сейчас предприятия не работают, нефть никому не нужна, да потом ещё жара стоит. Везде, где только можно, кроме Чикаго. Да. Чем это грозит экономике? Ну, есть такое слово. В НАБУ-купе означает маленького, белого, пушистого. Продажи автомобилей в России рухнули на 64%. Ещё кто-то покупает, а? Вот это вообще странно. Во, я зашёл. Куда я зашёл? На живой журнал. Битва преемников Путина. Коронавирус спутал кланом Кремля все карты. Чем мутнее ситуация, тем активнее будет битва за президентское кресло, ребята. Что-то здесь не то, что-то будет битва какая-то. Ну, потому что Путин, он вообще никакой сейчас стал. Никакой. Даже я сегодня процитирую, знаете кого, Лену Миро. Хотя она и противная. Статья мне понравилась заголовок «Конец печенегам и половцам». Да, Россия побила сурочный рекорд по числу новых случаев. Сегодня же Владимир Путин обратился к народу. И скучающим губернаторам отскал всем, что с 12 мая режим изоляции нужно постепенно снимать. Экономика в опе, люди без денег, всем по мроту и вперёд работать. Работать. У меня в голове сейчас есть недопонимание, как можно снимать ограничения, если эпидемия выходит на пик. Да, ребята, это очень странно. Мне вот странно я прицепился насчёт разных выплат, а люди тут к другому прицепились. О трёх навёхоньких граблях для Владимира Путина. И так Россия иступила на скользкий путь Европы. Уже сегодня почти синхронно со Старым Светом страна шагнула в неизведанное. Недоразумение с недорабочими днями, недорабочими днями закончилось. Начались недомеры по выходу из недокарантина. Ну и что, первые грабли. Ну вот тут график показан, да. Все нормальные страны, как только выходят на пик, начинают снижаться, тогда выходят из карантина. А в России, во-первых, не было карантина, а во-вторых, на самом пике, вот на самом пике никакого снижения даже не предвидится. Россия вдруг решила выходить из карантина. Риски новых масштабных вспышек тут бесспорно огромны. Ну и держать десятки миллионов взрослых россиян без работы и без дохода уже невозможно. Ибо чревато совсем другой вспышкой. Вторые грабли немного иного формата. Президент, премьер, британский премьер Борис Джонсон, сам переболевший коронавирусом, представил план выхода из ограничений, содержащий 51 страницу и подобно расписанной, подробно расписанной по дням и шагам. Аналогичной степени поработки приняты дорожные карты в Испании, во Франции, в Греции и т.д. Российский президент обнародовал указ из восьми пунктов на двух листочках. Суть его можно передать в четырех словах. Действовать будем по обстановке. Да, ребята. И третьей грабли для большинства россиян, по сути, ничего не поменялось. Дальше я твиттер буду читать, там это все более подробно. По сути, ничего не поменялось. До 31 мая по домам должны сидеть старики и дети, безработные и самозанятые, работники сферы услуг, образования, культуры, а также москвичи и питерцы, не занятые на стройках и в промышленности, то есть более половины населения страны. Плюс вводится дополнительная обязанность у людей, например, соблюдать масочный и перчаточный режим, причем засвощего. В европейских странах эти неудобства компенсируются хотя бы некоторыми послаблениями в качестве семейных прогулок, занятий спортом и т.д. И все это расписано четко по датам, параметрам, критериям. У меня жена вчера рассказывала, позавчера, что у нас три этапа, причем совершенно точно определенные. Очень много сомнений, что подобные полумеры смогут перезапустить российскую экономику, столкнувшуюся с падением как внешнего, так и внутреннего спроса. Снятию социального напряжения они тоже вряд ли поспособствуют, разве что на время, пока несколько миллионов семей будут заняты оформлением новых пособий. Но дополнительные 3, 5 и даже 10 тысяч закончатся быстро, а проблемы останутся. Да, ну вот тут еще немножко в другую сторону. После зимы остался без дачи. И таких случаев уже огромное количество. Я не слышал, но какая-то, какая-то очень интересная организация. Экокомплект отрекламировала дачные домики. И вот они их начали строить, и не достроили, и строят плохо. И эти дачные домики, они уже начинают рассыпаться. Фахверк Сергея Домогацкого. Эта фирма называется Фахверк, что ли. Сам Сергей свалил на боли и оставил огромное количество недовольных клиентов. Я не в курсе, что. Ну, смотрите, вот тут он рассказывает. Мирослав, этот вот парень, который пишет, попал на огромные деньги. Сперва дома комплект задержали, и стройка серьезно сдвинулась. Потом поползли косяки. Дом, конечно, пока не развалился, но брус начал расклеиваться. Крыша протекла и т.д. И вот что дальше будет, неизвестно. А начальник свалил. Ха-ха-ха. Так, дальнейшее падение нефти способно добить российские рубли. Это тоже на живом журнале. Да, ребята. Ну, Россия держится на нефти, вся экономика на нефти, да. И вот что дальше будет? Ну, вот опять же. Опять же он говорит, что Россия вдруг ни с того ни с сего на подъеме решила отменить карантин. А карантин сам по себе вообще никакой не принес, никакой пользы. Только поднимается, поднимается, поднимается заболеваемость. Опять живой журнал. Что это было? Вот первое, то, что я вам говорил, да, еще на живом журнале, на твиттере там вообще мрак. Что это было? Путин. Нерабочие дни отменить, но не отменить. Деньгами помочь, но не всем. Да, вот непонятно совершенно, что он говорил. Интересно. Все должны решать главы регионов. Решения должны быть детально просчитаны. Решать не наш чудесный вождь, а главы регионов. Фуф. В Тюмени загорелась кровля больницы УФСИН. Больницы горят, а? Никогда такого не было. Особо больницы не горели. Больницы, хосписы. Загорелась, но вроде жертв нет никаких. Крыши. Так. Лев Шлозберг. Крутой выход из коронавирусного пике. Ну, это, естественно, наехи Москвы. Но опять. Очередное выступление Путина. Винегрет противоречий. Коронавирус еще на подъеме. 11 тысяч новых заболевших за сутки. Но можно снимать ограничения. Постепенно, под ответственность губернаторов. А где-то, возможно, даже и ужесточать. Опять же, за все последствия ответит губернатор. Деньги для прямой поддержки всем гражданам не дадим. Но выделим деньги на детей до 16 лет. Дети после 16 лет или они уже не дети, или они зарабатывают сами. Непонятно совершенно. В итоге потерпели и еще потерпите за свой счет. Нет сил терпеть, работайте, но под свою ответственность. Да, ребята. Люди, берегите себя. Так он заканчивает. Да, только остается. А, ну и вот до твиттера я дошел по-быстренькому. На фото настоящий герой, благодаря которому в России от коронавируса умирает 10 раз меньше людей, чем в Европе, Азии или США. Это глава Росстата Павел Молков. Помните своих героев. Не буду я фотографию публиковать, но вы поняли, да? Росстат считает статистика. Вот потому и в России умирает меньше. Ходорковский. И Путин объявил нерабочие дни, тоже твиттер, когда было меньше 2000 зараженных. И отменил, когда зараженных стало в 110 раз больше. Одно из двух. Он либо троллит, либо с самого начала решил, что сейчас мы их полтора месяца поморим голодом, а потом убьют. А вот очень интересный комментарий. Путин делает то же самое, что и Трамп. Вместо жизни людей выбирает экономику. Американская практика показывает, что в этом случае не получается ни то, ни другое. Тут правда матом. Да. Ехидные твиты. Россия единственная страна в мире, которая в результате полуторамесячной самоизоляции добилась роста ежедневных заражений в 40 раз. В Италии после полутора месяцев карантина падение в 6 раз. В Германии падение в 10 раз. В Израиле падение в 20 раз. Не можем повторить. Да, ребята? Алексей Навальный. Окей, кроме шуток, кто-нибудь понимает, какой режим сейчас в Москве? Что из того, что отменил Путин, обратно ввёл Собянин? У нас продолжаются нерабочие дни с оплатой без самоизоляции или рабочие дни без оплаты, но с самоизоляцией? Нужны ли пропуска? Можно ли гулять? Ещё Алексей Навальный. Это, конечно, надо запомнить. Путин отменил национальные меры изоляции, направленные на борьбу с эпидемией, в день, когда установлен рекорд по количеству заболевших. Это мудрость. Так, что ещё тут? Если гражданин выносит мусор, то ему по ментовской логике надо обязательно до крови разбить лицо перед соседями, да и соседей желательно тоже отлупить или потравить газом. Так ведут себя сотрудники Екатеринбургского дестапо. Ну, тут фотографии, но не было фотографий. Поняли всё. Из нашего родительского детсадовского чата, прямо сейчас. Здравствуйте, нам сказали с 12 мая выходить на работу. Мы можем завтра ребёнка привезти в сад? Нет, детсад не работает до 31 мая. Какая-то параллельная реальность. Это Сталин ГУЛАГ пишет. Путин отменил как бы карантин, сказав, что в нём больше нет необходимости, так как были достигнуты цели. Какие цели? Сегодня рекорд по заражённым. Цели были угробить экономику и на пике эпидемии отменить самоизоляцию? Что продлял Собянин до конца мая и что отменил Путин с 12 мая? Я запутался. Это Вася Обломов пишет, кстати. Логика отмены карантина простая. Для путинского режима безопаснее больные и мёртвые, чем голодные и живые. О, как! Профессор Преображенский. Причины, по которым Путин решил снимать ограничения, очевидны. Экономика летит в пропасть. Ещё месяца ограничений она просто не выдержит. Мы не Германия. Экономически мы во много раз слабее. Путину страшно, поэтому он мечется. Вчера ещё вирус был опасен, сегодня уже нет. Да. Игорь Шар. Читаю между строчек. Побороть рост заразившихся не получилось. Дальше карантинить нет смысла, ибо экономике трындец. Кубышка есть, но для своих. Дадим немного детям, чтобы совсем нас людоедами не считали. Как будет развиваться эпидемия, не знаем. Авось пронесёт. Выживайте сами. Ребят, я говорю, плохо совсем стало. Это профессор Талк пишет. Если проанализировать действия президента РФ, то из двух задач – сохранить граждан и не угробить экономику – он уверенно выбрал угробить граждан и похоронить экономику. Да. Сергей Алексашенко. Вы знаете этого персонажа. Чего-то я не понял. Режим нерабочих дней закончен, а на улицу выходить нельзя. И как тогда работать? Да. Через неделю долбанёт так, что о новых заболевших будем узнавать уже не из телевизора. Это водка и мельдонии, тоже очень острый. Твиттерщик. Как можно назвать человека, который к совершенно неизвестным людям обращается так – родные мои? Это он что, так говорил, да, Путин? Ой. А при своих родных дочерей говорит – одна женщина, другая женщина. Андрей Быков. Из дома выходить нельзя, но если нужно, то можно. Маски вообще не помогают, но их обязательно нужно носить. Магазины закрыты, но их открывают, если нужно. В больнице бесполезно с этим идти, но идти обязательно. Этот вирус смертельный, но в принципе не страшный. Так. Настя Кадетова. С вами Владимир Путин. И эта программа «Сдохни или умри». Тоже такой твит. Упс. Вот сейчас будет картинка уже. Называется постик «Деды заграждали». Посмотрите. Офигеть. И еще одна картинка. Кто эта девушка с парада в Минске, у которой так много медалей, что соцсети до сих пор не могут уняться? Вы посмотрите. Одну картинку. И вторую. Посмотрели, посмеялись. Хорошо. И последнее. У нас наш Владимир воюет с бобрами. Не те, которые «Раша Тудэ», а просто с живыми бобрами. Посмотрите роличек. Я с вами попрощаюсь до обеда. Пока-пока. С вами доктор Влад Матокровщик. Вот так. Пока. Видите, что творится? Пару дней назад я разобрал вот полотину. Опять заплудили, а? Уровень воды в речке опять поднялся. Ну что, сейчас опять буду разбирать все. Что делать? Ни ума не приложу. Поеду, конечно, в администрацию поселка, но чем она поможет? Бобрет-бобрет. Видите, что творится? Вон. Смотрите. Ну что? Не могу больше. Надо опять ехать за багром и звать кого-то на помощь. Мне одному здесь не справиться просто. Пошел в ручеек. Ну что это? Без багра не обойтись. Вот так, мои хорошие. А нам сажать надо огороды. О-хо-хо-хо-хо. Ну что? Где-то опять на бобровой плотине потихоньку разбирает. Да. Тяжело одному, тяжело. Когда там соседи очухаются, не знаю. Пока не поймут в чем дело. Ладно. Сейчас еще немножко поработаю. Что можно? Вот видите, какой. Что там творится, а? Ой. Сегодня влез в грядку. Хотел копать грядку под огурцы. Копнул разочек, а там жмыхает. Вода. Вода. Сколько мог сделал. Боже, знаете, сил нет. Не 20 лет. Ну, ручей нормальный. Попробуй сейчас что-нибудь. Не знаю. Где-то уже выбился из сил. Дед еле живой, но все-таки живой. Видите, уже и мостик показывается. Нет, мужики. Там нужна работа серьезная. С этой бобровой плотиной. Другого я сказать не могу. Все. Устал. Буду отдыхать. Немного приятного. Цветет красавица. Цветет фразиция. Фуэйзмитий. Говорю за тихо. Так. Устал. Просто где-то устал. После этой бобровой плотины.